Анон, 5 долларов. Марго, привет и побольше донатов. Михаил, очень рад вас видеть снова в гостях. Можете рассказать, что вы имели в виду недавно, упомянув Собчак и Венедиктова? Спасибо и хорошего стрима. Да, давайте, хорошо. Я сказал, что чуть лучше начал понимать ту роль, на которую претендовал Венедиктов, и с которой, на мой взгляд, он не справился, что действительно любое общество, даже сильно авторитарное, оно нуждается в том, чтобы существовала площадка, где все могут говорить со всеми, и Венедиктов эту функцию успешно выполнял, и те люди, которые требовали от него стать активистом, они были неправы. И так как я сам склонялся, скорее, к этой точке зрения, то я, соответственно, таким образом признаю свою неправоту. Я считаю, что Венедиктов действительно пытался играть важную роль в российском обществе. Другое дело, что он эту концепцию предал в те случаи, когда в итоге, пользуясь своим положением, помещал палец на весы. Это было в 2011 году, когда он стал политическим актором вместо человека, который остается над схваткой. И это случилось, когда он стал лицом электронного голосования в России. То есть он с этой функцией не справился. Но сам факт на то, что человек, который выполняет такую функцию, есть, сам факт, что человек, который выполняет такую функцию в обществе, должен быть, мне кажется сегодня бесспорным. И это что-то, что мне не было очевидно 8 лет назад. Понятно, понятно. Так, Венедиктов помещал палец.